Неспокойное время сейчас и много по миру вообще, в принципе, всяких военных конфликтов. Владыка, почему именно сейчас, именно вот в это время очень важно быть с Господом и быть в церкви? Для христианина, полагаю, что являются слова краеугольные в том начинании. Вот скажем, возьмем мы сегодняшнее богослужение, да, или каждое богослужение каждого дня, оно начинается с призывом к миру. Церковь в лице, скажем, священнослужителя, дьякона говорит, миром Господу помолимся. Вот именно этот мир, о котором церковь всегда призывает к духовному совершенству, если не будет мира в душе, не будет мира его крушения. Поэтому церковь Христова Набатом напоминает о том, братья, сестры, во власти сущей, там сказать, или в каких-то еще моментах жизни предстоящие, вы все-таки найдите в своем сердце мирный характер. Потому что, если мы возьмем житие многих святых, там нигде не было того, чтобы из них многие, и в целом все, по сути, не призывали к миру. Потому что, прежде всего, Христос есть мир наш, апостол Павел говорит, да? И в этой связи, конечно же, церковь свята, обязана и должна призывать каждого, своего христианина, череп, сына, к этому мирному состоянию своей души. Только в этом мирном благополучии своей души, своего сердца, тогда будет соответствовать мир и вокруг тебя. «Стяжи мир вокруг себя и вокруг тебя спасутся тысячи», — говорил преподобный Серафим Саровский.